Десятый международный межрелигиозный молодежный форум стартовал в Дагестане. Он собрал представителей ислама, христианства, иудаизма и буддизма из разных уголков земли. Такие встречи – хорошая возможность обсудить актуальные вопросы, пути их решения, обменяться опытом и выстроить диалог. В этом убедилась Леана Порчуева и Слова. Дагестан, как республика многонациональная, многоконфессиональная, не раз своим примером доказывала, что люди самых разных культур, взглядов, вероисповеданий могут жить в мире и согласии, где, как не здесь, духовные лидеры со всего мира смогут найти общий язык и прийти к общему мнению. Гостей на дагестанское земле от имени руководства республики приветствовал вице-премьер Рамазан Джафаров. Последователи различных религиозных конфессий, разных национальностей, этнис и групп, веками жили на российской земле в мире и согласии. И такой баланс на правильную жизнь двигался и обеспечивался долгосрочной государственной конституциональной политикой. Гости форума отмечали, в основе всех религий лежат общие принципы. Они призывают к миру и совершению добрых дел. Это очень полезный проект, который позволяет нам приумножать межрелигиозный диалог, межрелигиозное взаимодействие и опыт вот такого полезного диалога, такого взаимодействия, который был наработан в Дагестане веками, он его укрепляет. И того и до подрастающего поколения. Этот форум, по нашему взгляду, действительно, наверное, лучший пример, как необходимо развивать и работать над гармонизацией наших межрелигиозных, межрелигиозных отношений. Там уж вышло, что у нас такая очень счастливая, счастливая судьба у народов России, жить вместе под одной крышей, в одной стране, где мы все такие разные, разные культуры, разные религии. И, конечно же, когда у нас есть непонимание между нашими религиями, это ещё лучше. И этим страна процветает и идёт вперёд. За годы своего существования форум стал более масштабным. Здесь поднимаются глобальные вопросы. Это отметил министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов. Люди, которые приехали, они налаживают взаимоотношения между собой, дружеские. То есть, они не только здесь провели это время и разошлись. Они уже будут друг с другом общаться, они будут передавать то, что здесь происходит. Архимандрит Макарий прибыл в Дагестан в составе делегаций из Луганска. Он убеждён, что в современное непростое время важно уметь выстраивать диалог. Такие вот форумы дают возможность, во-первых, донести свою позицию, познакомиться с людьми, которые исповедуют Бога, для которых слово «вера», слово «любовь» к ближнему не являются пустыми словами. И это в наше нелёгкое время очень важно и необходимо. Форум продлится до 30 мая. За эти дни в его рамках пройдёт несколько крупных лекций и семинаров, посвященных влиянию информационных технологий на современный мир, сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, культуре, межнационального общения и противодействию терроризму. Леона Порчуева, Махарбека Мариев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин